Неделю спустя, после бесчеловечной расправы талибов над школьниками в пакистанском Пешаваре, жители города не могут оправиться от шока. Без малого 150 человек погибли в минувший вторник, в том числе 132 ребёнка. Вход на территорию военной школы тщательно охраняется. Солдаты обыскивают всех, даже родителей, которые пришли забрать вещи своих погибших детей. Ребёнок Шахиды Сардар остался в живых. Наши дети, которым удалось выжить, теперь не могут избавиться от кошмаров. Невыносимые сцены так и стоят перед их глазами. Их боль всё так же сильна неделю спустя. Кто мог представить, что такое случится? Мы всегда, без всяких сомнений, отправляли детей в школу. Теракт 16 декабря в Пешаваре стал одним из самых кровавых в истории Пакистана. Международное сообщество единодушно осудило совершивших его боевиков и призвало официальный Исламабад положить конец терроризму. Шариф Гюль потерял неделю назад сына. «Боль моя и других родителей, которые потеряли своих детей, лишь усиливает нашу решимость покончить с талибами и с терроризмом». «Силы безопасности Пакистана, проводящие в настоящее время антитеррористическую операцию в приграничной с Афганистаном зоне племён, предупреждают о возможности других нападений. «Наши спецслужбы получили информацию о том, что готовятся другие варварские и бесчеловечные атаки. Так что мы все находимся в состоянии повышенной боеготовности», заявил министр внутренних дел Пакистана Чоудри Ниссан Али Хан. «Ответственность за теракт в военной школе Пешавар взяла на себя группировка «Тихрики Талибан Пакистан», добивающаяся введения в стране шариата. Все нападавшие были убиты во время штурма школы. Глава МВД также сообщил, что в ближайшее время власти казнят до 500 террористов после отмены моратория на смертную казнь.